МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поставил точку в деле четырехлетней давности. Порно-режиссер попал под уголовное дело. Мужчина присматривал за чужими детьми и бонусом снимал их на видео. Специфические песни и пламенные речи, что делали контрразведчики в логове неонацистов. Сегодня Новосибирский областной суд поставил точку в по-настоящему детективной истории. Раскрыть дело о жестоком убийстве подростка, помогли последние достижения науки и счастливая случайность. На скамье подсудимых. Молодой человек и совсем уж юная девушка. Неоднократно судимый Андрей Люлин и его подруга Виктория Лазарева. Нежный возраст не помешал ей стать фигурантом дела об особо тяжком преступлении. Практически пять лет назад, в феврале 2011-го, девушка-подросток решила проучить своего 14-летнего сверстника Ярослава Петрова. Тот бросил в адрес школьницы обидную фразу. После этого она взяла группу поддержки, в том числе и Люлина. Компания выманила подростка из дома, накинулась на него, а потом юноши перерезали горло и вскрыли вены. Сразу установить виновных не удалось. Эксперты не смогли определить, чья кровь на месте преступления. Исследовали и одежду подозреваемых. Но правоохранителям помешал случай. Они брали определенные участки для исследования на шапке и не попали как раз в пятно крови. А в настоящее время, при назначении экспертизы, экспертам удалось установить местонахождение этого пятна, взять оттуда, соответственно, определенную часть ткани шапки, исследовать ее и дали категоричное заключение, что на шапке кровь потерпевшего. Разрешилась и загадка крови на снегу. В нее попали чужие биологические жидкости, поэтому ее не смогли идентифицировать. Назначенная геномная экспертиза практически стопроцентно определила ее как кровь потерпевшего. Через 4,5 года после убийства Ярослава расследование наконец закончили. Оба фигуранта так и не признали свою вину. Однако суд исследовал доказательства и постановил. Молодой человек и девушка виновны в жестокой расправе над подростком. Гособвинение просило 18,5 лет строгого режима для Люлина и 10 лет общего для Лазаревой. Суд примерно такое же наказание оставил. По совокупности приговоров 18 лет лишения свободы с ограничением свободы полтора года. По Лазаревой несколько смягчил суд наказания. Я просила назначить ей 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд назначил 7 лет 6 месяцев. Пожалуй, больше всего приговора для убийц Ярослава ждала его мать. Женщина не пропустила ни одного заседания, а до того ходила в полицию и следственный комитет как на работу. 5 лет ждали наказания. Наконец-то закончились все судебные заседания. Апелляцию подавать не буду. Я считаю, что правильное наказание вынесли. Помимо лишения свободы, оба фигуранта выплатят родителям подростка по полтора миллиона рублей. Однако у детективной истории, похоже, будет продолжение. Надзорный орган, увидев в долгом расследовании, не согласованность действий правоохранителей. А насколько Анастасия Чернышева, Артем Валевич, экстренный вызов. За детьми нужен глаз да глаз, решил молодой новосибирец. И снял откровенные ролики с участием четверых малышей. Дело порно-режиссера отправилось в Держинский районный суд. 30-летний новосибирец жил вместе с матерью в общежитии. Пожилая женщина присматривала за детьми, а сын иногда помогал ей. Родители радовались, что нашли хорошую альтернативу детскому саду. Однако они и представить не могли. Их малыши стали героями кино для взрослых. За 9 лет псевдовоспитатель развратил четверых малолетних. Эротическое видео с их участием он хранил в памяти своего компьютера. Следователям пришлось потрудиться, чтобы установить все обстоятельства дела. Виновное лицо было установлено по результатам проведения следственных действий непосредственно с потерпевшими по уголовному делу, а также по предметам, то есть электронным носителям и иным доказательствам. Данное лицо является обычным гражданином, ранее непривлекаемым к уголовной ответственности. Всего мужчину обвиняют в пяти преступлениях. Это и действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетних и изготовления порнофильмов с участием детей. Распространять видеозаписи с участием малышей фигурант, по версии следствия, не собирался. Хранил для себя в домашней коллекции. Очередные избытчики-синтетики пошли под суд в Новосибирске. Наркодилеры развили бурную деятельность не только в нашем регионе, но и на Урале. Причем объемы продаваемого зелья исчислялись десятками килограммов. Теперь злоумышленникам грозит наказание вплоть до пожизненного. Наркокартель организовали четыре человека. Каждый из них выполнял строго определенные функции. Координировал действия квартета руководитель, который параллельно отбывал наказание в Тюменской колонии. Причем судимость он получил ровно за то же самое – создание преступного сообщества по распространению наркотиков. Но в местах не столь отдаленных главарь и не думал вставать на путь исправления. Вместо этого он по телефону и через интернет давал указания новым подельникам. Те, в свою очередь, занимались транспортировкой и сбытом товара. Однако эту отложенную схему сломали оперативники ФСКН. В ходе спецоперации они вычислили и задержали всех участников группировки. Из незаконного оборота наркополицейскими было изъято 50 килограмм наркотического средства Алько-ПВП. Наркотики были упакованы по фольгированным пакетам, часть из которых предназначалась для сбыта в Новосибирске, другая половина – для распространения в городе Екатеринбурге. В случае попадания на черный рынок из данной партии наркотических средств могло быть изготовлено несколько миллионов разовых доз. В отношении всех четверых фигурантов правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере в составе организованной группы». Расследование завершилось, и вскоре обвиняемые предстанут перед судом. Каждому из них светит длительный срок заключения. Леонид Лишенко, Анна Скок, Артем Валевич. Экстренный вызов. Оперативники ФСБ сходили на концерт нацистских песен и рассказали слушателям о том, чем могут кончиться такие увлечения. Слет неонацистов, замаскированный по субскультурный концерт, организаторы решили провести в дорогом доме отдыха в Нижней Ельцовке. На мероприятие собралось более 60 человек. В программе встречи по некоторой информации, помимо музыки были пламенные речи, и сбор средств на помощь собратьям по идеологии, которые находятся в местах лишения свободы или подследствия. Активисты бывшего новосибирского отделения национал-социалистического движения «Реструкт» организовали проведение так называемого субкультурного музыкального концерта с участием коллективов из Алтайского края, из Барнаула, из Новосибирска и Кемерово, пропагандирующих право-радикальную идеологию, насилие, национальную вражду. Участников и активистов встречи контрразведчики предупредили об опасности такого поведения. И напомнили, даже простая публичная демонстрация нацистской символики грозит 15 сутками административного ареста, не говоря уже о том, что иные экстремистские проявления могут превратиться в уголовные дела. Кстати, четверо вандалов, которые раскрасили в прошлом году технику на монументе славы и памятник Ленину в цвета украинского флага, пытались обжаловать слишком строгий, на их взгляд, приговор. Однако областной суд оставил решение предыдущей инстанции в силе. И последнее. Абонент умер. Долг остался. Новосибирцу, требовавшему от оператора связи астрономическую сумму за моральный ущерб, отказали в иске. Напомню, исковое заявление на сумму с 12 нулями в железнодорожный районный суд подал руководитель юридической фирмы Сергей Экшаров. Он потребовал взыскать с Ростелекома 614 триллионов рублей. Дело в том, что недавно мужчине пришло извещение о долге отца за услуги связи. Однако абонент Экшаров-старший умер еще в 1989 году. Долг возмущенный сын погасил, но посчитав, что ему нанесен моральный вред, отправился в суд. Запрошенный размер компенсации тянул на рекорд, но сегодня в удовлетворении исковых требований мужчине отказали. Мотивировочная часть решения, по словам помощника судьи, будет готова в следующий понедельник. На этом все. Информацию о происшествиях и преступлениях сообщайте по телефону 310-2005. Увидимся на канале ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова